Китайские роботы уже несколько лет работают на поверхности Луны, занимая ключевые позиции среди автоматических исследователей и методично изучая загадочные области, о существовании которых человечество прежде лишь догадывалось. Каждый год эти аппараты совершают новые открытия и привозят на Землю образцы лунной пыли и породы, которые затем внимательно анализируются в лабораториях. И вот в этих материалах китайские учёные обнаружили нечто, способное изменить не просто наше представление о Луне, но и потенциально оказать огромное влияние на будущее жизни на Земле. Парадокс Луны заключается в том, что чем глубже мы в неё вглядываемся, тем более загадочной она становится. Земля сама по себе достаточно странная планета не только потому, что на ней существует жизнь, но и потому, что она ведёт себя совершенно иначе, чем другие каменистые планеты внутренней части Солнечной системы, и во многом в этом виновата наша большая серая спутница — Луна. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на Венеру, которая по размерам и массе почти близнец Земли, но не имеет собственных лун. Марс тоже по-своему напоминает Землю, хоть и значительно меньше. Формально у него есть два спутника, но оба настолько малы, что их масштабы удивляют. Крупнейший имеет всего 22 километра в поперечнике, а меньший — лишь 12 километров. То есть оба вполне могли бы поместиться внутри Москвы. Газовые гиганты, наоборот, окружены крупными лунами, но при этом сами они огромны. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз, 300 той 17, а его спутники по размерам примерно сопоставимы с нашей Луной. Всё это выглядит необычно, и учёные до сих пор пытаются объяснить, почему Земля оказалась в столь странном положении. Именно поэтому Луну продолжают изучать. Когда Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в 1960-х годах отправляло астронавтов на её поверхность, они привезли значительное количество камней и пыли. И первое, что удивило исследователей, лунные породы оказались почти идентичны земным. Это стало неожиданностью, ведь если бы Земля и Луна формировались независимо, они должны были бы состоять из разных материалов. Обычно считается, что планеты и их спутники появляются как два самостоятельных объекта, которые затем вступают в орбитальные отношения. Но если Земля и Луна настолько похожи, значит, они, вероятнее всего, возникли в одном месте и в одно время. Так возник вопрос, каким образом это произошло. После миссий «Аполлон» оформилась доминирующая теория, согласно которой Земля столкнулась с блуждающей планетой размером с Марс, так называемым планетарным изгоем, примерно через несколько сотен миллионов лет после формирования Солнечной системы. Версии столкновения обсуждались десятилетиями, но лишь недавно их удалось смоделировать на суперкомпьютере, который провёл миллионы симуляций, пока не получил результат, максимально точно соответствующий известным данным о Земле и Луне. Это моделирование называют большим всплеском. Энергия удара расплавила обе планеты, а мощность столкновения выбросила в космос огромный фрагмент Земли, тогда как большая часть планеты-изгоя была поглощена Землёй и опустилась в её ядро. Так Луна стала своего рода мини-версией Земли, отколовшейся в результате катастрофы и затем постепенно остывшей, превратившись в каменистый спутник. Но при всех сходствах Луна сильно отличается от Земли. И хотя эта теория ведущая, она всё же остаётся недоказанной, а значит, изучение происхождения Луны напрямую помогает понять и историю нашей планеты. Последние пять лет именно Китай возглавляет лунные исследования, вкладывая огромные ресурсы и отправляя роботов для поиска ответов на древние тайны. Особенно китайцев интересует обратная сторона Луны. Они первыми в истории достигли её, а затем даже сумели доставить оттуда образцы, которые теперь изучаются на Земле. И, вопреки распространённому выражению «тёмная сторона Луны», дальняя сторона освещается не хуже ближней, просто никогда не обращена к Земле. Теоретически, обе стороны должны быть похожи, но на практике это не так. Парадоксально, но именно мы смотрим на более тёмную сторону, потому что знакомое нам лунное лицо покрыто обширными тёмными лавовыми равнинами — древними изливами вулканов. На обратной стороне почти нет таких пятен. Там преобладает светло-серая поверхность, испещрённая бесчисленными кратерами. Различия между сторонами очевидны, но их природа долго оставалась туманной. Миссия Чаны-4, севшая на обратную сторону в январе 2019 года, стала первым аппаратом в этой зоне и высадила луноход Юйту-2, который начал изучать район огромного кратера Фон-Карман шириной 180 километров. Это примерно длина Кубы. Этот кратер является частью колоссального Южного полюса — бассейна, которому около 4 миллиардов лет и диаметр которого достигает 2500 километров — почти ширина Индии. Учёных особенно интересовало то, что гигантский астероид, сформировавший этот бассейн, пробил кору Луны примерно на 13 километров, обнажив глубинные породы мантии, слоя между корой и ядром. Именно там могут скрываться важнейшие тайны. И действительно, Юйту-2 впервые обнаружил породы, которые, по мнению исследователей, происходят из лунной мантии, и подобного не привозили ни астронавты-аполонов, ни российские автоматические станции. Это открытие сразу привлекло внимание, и интерес к дальнейшим исследованиям только усилился. В декабре 2021 года Юйту-2 сфотографировал странный объект, кубическую форму на горизонте, которая выглядела настолько необычно, что успела наделать шума в средствах массовой информации. Поначалу некоторые сравнили её с монолитом из космической Одиссеи Стэнли Кубрика, но выяснилось, что это просто камень, искажённый перспективой, светом и пиксельной съёмкой камеры. Но эта история лишь подогрела интерес к миссиям, и в 2024 году Китай снова вернулся на обратную сторону с Чанаэ-6, собрал новые образцы и доставил их на Землю. Впервые в истории материал из дальнего полушария оказался в руках людей. Исследования показали, что эти породы заметно отличаются от собранных на ближней стороне. Они светлее, плотнее, липче, с большим содержанием комковатых структур, но при этом содержат меньше вулканических пород. Найденные лавовые образцы оказались моложе, чем ожидалось. Один из фрагментов имеет возраст 4,2 миллиарда лет. Самый древний лунный камень, известный на данный момент, но есть и породы возрастом около 2,8 миллиарда лет, моложе многих образцов Аполлонов. Это указывает на то, что Луна оставалась горячей и частично расплавленной значительно дольше, чем предполагала теория большого всплеска. Луна, будучи гораздо меньше Земли, должна была остыть быстрее, особенно её дальняя сторона, но новые данные противоречат этому. Это возвращает внимание к ближней стороне. Основа наших знаний о Луне долго строилась на очень ограниченных миссиях Аполлон, которые могли садиться только в плоские экваториальные районы. Даже с луноходами общая площадь исследований составила лишь 25 квадратных километров. Это одна пятая Сахалина, то есть крайне мало. Китайские миссии существенно расширили представление учёных. Чане-5 впервые, с 1970-х годов доставила образцы с поверхности и смогла выбрать по-настоящему интересное место — вулкан Рюмкер на северо-западе ближней стороны. Лунные вулканы не похожи на земные. Они не взрываются, а долго и тихо изливают лаву, образуя плоские широкие структуры. И образец, найденный в этом районе, оказался самым молодым из когда-либо привезённых на Землю около 2 миллиардов лет. Помимо этого, китайцы обнаружили новый минерал — Чангээсид, прозрачный кристалл, меньше ширины человеческого волоса, но содержащий крайне редкий изотоп — гелий-3. Этот элемент способен стать идеальным топливом для будущих термоядерных реакторов, которые дадут человечеству практически бесконечную чистую энергию без радиоактивных отходов. На Земле гелия-3 почти нет, потому что солнечный ветер блокируется магнитным полем, а Луна лишена такой защиты. Однако практическая ценность гелия-3 проявится лишь тогда, когда появятся рабочие термоядерные установки. Гораздо актуальнее то, что Чанэ-5 обнаружила на Луне воду. Не просто атомы водорода и кислорода, а полноценные молекулы H2O, заключённые в минерале уль-М1, представляющем собой гидротированную соль. Это означает, что вода, пусть и в связанном виде, может встречаться практически повсюду на Луне, а не только в тёмных кратерах, как считалось ранее. И если вода не является редкостью, то строительство лунных баз становится куда более реальным. Всё это — часть большой цели Китая — не только изучить прошлое Луны, но и подготовить её для будущего присутствия человека. Роботы, по сути, создают фундамент для будущих баз. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства в своё время просто высаживало людей на несколько дней, но для долговременного пребывания нужно глубокое понимание условий. Сейчас именно Китай ведёт мировую лунную программу, и его миссии в прямом смысле открывают новую главу в истории освоения космоса. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова